Каждый удар Заур Абдулаев отрабатывает с завидной техничностью. К предстоящему поединку в Челябинске боксер готовится как к последнему. Уральский спортсмен входит в топ-10 мировых легковесов. У Заура уже 15 побед и всего одно поражение. В этот раз его противником на арене станет мексиканец Джованни Страфан. Мексиканцы, они все такие опасные бывают. У них удары очень сильные, физические они крепкие, выносливые. Я думаю, я буду быстрее, я буду более техничнее, потому что мексиканцы, они больше зарубаться любят. А я постараюсь показать техничный бокс, обмануть его. Тренировки проходят в Академии единоборства РМК в Екатеринбурге, но сам бой проведут в Челябинске. Здесь Заур выступал уже дважды. Причем именно на Южном Урале боксер впервые в своей карьере вырубил соперника нокаутом. На грандиозном шоу, которое приурочили ко дню города, спортсмен также хочет показать красивый и зрелищный бокс. Сам боксер, который выдает зрелищные бои. У него бывают нокдауны, нокауты. На спортивном термине говорят заруба. На ринге бывает. Опять-таки напомню, вы, наверное, видели это с боем с Ленаресом. Я думаю, зрелище будет. Зрелище поклонникам спорта ко дню города обещают и организаторы мероприятия. Поединки будет сопровождать масштабное мультимедийное шоу. Его готовила целая команда цифровых художников. С помощью видеолазеров и спецэффектов зрителей погрузят в виртуальную реальность. Для этого на арене возведут огромную конструкцию из нескольких экранов площадью 300 квадратных метров. CG-артист, то есть так мы называем дизайнеров, человек, кто производит графику, он надевает шлемы, с помощью шлема создает скульптинг, декорации. Он прямо летит буквально в виртуальном пространстве, а потом на все это мы накладываем свет, картинку. То есть мы вот именно создаем не просто там заставку плоскую, а такой эффект объема, глубины. По качеству и сложности создания, такое шоу можно приравнять к производству голливудских блокбастеров. Кстати, по словам организаторов, при создании роликов они вдохновлялись такими картинами, как «Дюна» и сериалом «Звездные врата». Оценить результат работы создателей и поболеть за спортсменов челябинцы смогут 11 сентября в 16.00 на Ледовой арене «Трактор». Наталья Петрухина, 31 канал.